Музыка Посмотрите на этот берег незамерзающего Енисея Даже зимой Вот, посмотрите, как я воспитываю детей Вон оно, дитё Видели Вот Единственный из моих внуков Который сказал, что я буду садоводом Чем меня подкупил Сейчас я поставлю Вот так вот Направлю на Енисея И кое-что вам расскажу Вот, теперь я буду в этот раз Говорить не для молодёжи Хотя я самое главное сказал Памперсы, подгузники Тесные трусы Вот Сон в трусах Сиденья По полдня, а то и больше За компьютерами И тоже в трусах Это всё уменьшает мужской потенциал Доводит даже до бездетности И это ещё и горе для женской половины Нашей планеты Всё это вы уже от меня слышали Теперь старшее поколение Примеряйте на себя И так Позади Сенька, я снимаю к кино Отходи А, можно с собой? А? Можно с собой? Что? С собой Снимать? Ага Я тебя уже снял Всё, сходи Иди Вот так Собаки нам не хватало Но я попробую Сквозь собачий лай Продолжить разговор Итак Сенька, не дрожди Слава Богу Собаки бежала Прибежала Ну вот съёмка Отменяется А я молчу Собакой лается Это бесполезно Что-то не даёт мне снять Именно такой фильм Который касается Здоровья старшего поколения Так, ну что Продолжать или всё Заканчивать кино Так, ну собака Свой долг выполнена Теперь я буду Выполнять свой долг Итак Представьте себе 34 года 13 лет Из них В самых тяжёлых Производственных условиях Гидрометаллургия никеля Это примерно Чуть-чуть Если кто-то Описывал Ад То это Может быть Чуть-чуть легче Всё-таки Живой Выехал с Нориска 13 лет Вот Лёгкие Сожжены хлором Весь пропитан Солями никеля Серной кислоты Серной кислотой И прочее И прочее Каждую ночь Умирал Врачам Не ходил Бесполезно Вот Называется Астма Причём Астма В самой тяжёлой форме Каждую ночь До потери сознания Остановка дыхания Я взялся за себя Я пошёл двумя путями Первый путь Это Рассказываю Как жуть Итак Ноябрь Декабрь Январь Морозы До сорока Обычай Тридцать Тридцать Пять 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 После работы Темноте Полной Зимой Стемнело Пять Шесть Часов Часов Восемь Девять В полной Темноте Километр Пробегал Два Или проходил До незамерзающего Несея Но льдины По нему плыли То есть Температура Была В среднем Плюс Один градус Раздевался Нырял В воду Проплывал Метров Пятьдесят Меня сносило Метров На Пятьдесят На Сто Опыт Нулевой Вылазил На берег Босиком По Гальке К ногам Прилипали Камешки Вот Кое-как Возвращался Там Где была Одежда Вытирался Стуча Зубами Трясло Как это Вот Одевался Негнущимися Пальцами Застегивал Пуговицы И Шел домой Вот Сцепив Зубы И так Если не Каждую Ночь Что через Ночь Вот Примерно Через Три-четыре Недели У меня Полностью Прошла Астма А заодно Хронический Бронхит От меня Отстали Врачи Хотели Вывести С вредного Производства Я уже Устроился На работу То был Никелевый Завод А этот Завод Уже Был Алюминиевый И тоже Вредный Врачи От меня Отстали Вот И Началась Новая Жизнь Вторая Половина Моей Профилактики Заключалась Следующим В гружьё И в горы Дети Постей Не убивал Вот Главное Было Не это Горы У нас Двух Трёх Километровые Высоты Вот Надо было Залезть На вершину Вес 100-110 Килограмм При росте 172 Большой Живот Вот Сцепив Зубы Лес Лес Каждый Выходной Лес Горы Лес Лес И однажды Это случилось Меня начало Рвать Меня вылезло Вырвало Из лёгких Где-то С пол-литра Жёлтой Слизи Вот Той самой Ещё С Норильска Привезённой И Благополучно Похороненной В глубинах Моих Лёгких Вот Это было Спасение Потом Продолжал Ходить В тайгу Опять В горы Снова Рвало Но уже Слизь была Почище Вот И через год Организм был Полностью Вычищен Это было 34 года Сейчас 72 Я живой Вы догадаетесь Где все мои Те с кем я работал Догадались? Вот Так бывает Ну вот Сеня Отойди Не мешай Я Все снимем Когда я закончу Вот Сейчас я проверю Ага Запись идёт Это хорошо Вот Вот это Два Профилактических Мероприятия Усовершенствовал Я не прекратил Купаться Потом у нас Была Компания Тёплая Купальщиков Моржей Но опыт Уже был Ещё не было У нас Клуба Моржей Ещё не было Тёплого Помещения С камином Совсем Я сам себя Усовершенствовал Вот Опыт появился Так Я подходил К берегу Раздевался Кое-что Про запас Уже имел То есть Поплавал Плавал Против течения Чтоб меня не сносило Выходил Быстренько Прыгал Босыми Мокрыми ногами В валенки Вот На голову Меховую шапку На лысую Мокрую И на своё мокрое тело Я накидывал Халат Не застёгивая Просто накидывал Не завязывая Вот И уже Сразу проходила Дрожь Я же не Морж А так Так сказать Не совсем Морж И Я Растирал тело Уже полотенцем Прямо под халатом Вот Потом Спокойненько Одевался В общем Вот этих Одевался уже Не имея пуговиц Поняли Одни спортивные штаны Вторые штаны Без пуговиц Вот Один свитер На голое тело Второй свитер На голое тело Без пуговиц И Тогда Купание Превратилось В рай Превратилось В такое Праздничное Вот И с тех пор Я не болею И Живой А Так как Железово Знает Многие Сотоводы Знает Сколько Времени Я провожу Именно В саду Догадывайтесь Что Когда Мне спрашивают Как здоровье Я отвечаю Не дождетесь У вас Есть еще Несколько Секретов Которые Касаются Здоровья Но Главное Я рассказал Вот Что дали Походы После Вредного Производства Что дали Походы В горы Это было Глубочайшее Дыхание До самого Это До самой Печенки Как выражение Есть такое То есть Тяжелое Дыхание На пределе Остановки Сердца Но я Преодолевал Себя Километр За километр В гору С горы В гору С горы Именно Тогда Произошло Вот это Само Организм От себя Торг Всю В сумме Получал Где-то Целый литр Вот этой Слизи Привезенной Сноридской Которая Должна была Сгноить Меня Вот Так Запись Еще не Кончилась Это Хорошо Но Длинными Фильмы Я делать Не буду У меня Есть Еще Отдельная Статья Она Называется Время Проведенное В саду Не засчитывается В срок Жизни Вот Как видите Я Рассуждаю Как Садовод Вот Эти Вот Приемы Моржевания И Походы Тайгу На пределе Сил На пределе Буквально Остановки Сердца Привели К тому Что я Вычистил Свой организм Полностью Вот От сих пор Здоровый образ Жизни Я не курю Здоровый образ Жизни Все время Свежий воздух Вот Предупрежу Потенциальных Моржей Кто-то Здоров Как я Зимой Кинется В воду Показывали На Рождество Вот Каждый год На Рождество Тонут люди Вот Многие Из них Не подготовлены У них Останавливается Сердце Или Просто Захлебываются Потому что Им кажется Есть ухари Есть После 100 Грамм Или даже 500 Грамм Праздник Только я неправильно Сказал Я имею ввиду Крещенские морозы И крещение Вот Поэтому Готовиться Надо С лета Надо Регулярно Водоемы В эти Природные В озера В реки Использовать В море И постепенно Войти в зиму Вот И тогда Моржевание Станет Это тот же Наркотик Только природный Наркотик Природный Ну что друзья Я надеюсь Тут шум Стоит от ветра Вот Это красный хутор Засуха Стоит Третий Месяц Только Это как Растаяло Так С тех пор Нет у нас Дождей Вот Побываем еще В моем саду Рекордный урожай Ожидается Так Скромные Такие Знаете От пяти От трех Пяти Ведер С дерева С молодого До Старых Ветеранов Двадцати Тридцатилетних Деревь Там урожая Десять Двадцать Тридцать Ведер Вот Засуха Почему-то Не сказалось Именно на абрикосах Вот Поэтому Я как бы Вас заманиваю Вот Присоединяйтесь К супер Садовнику Я вам еще Много Расскажу Вот У меня Тем Примерно На сто Двести Рассказыв Вот До свидания Друзья Благодарю Вас за Внимание Двадцать 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 Субтитры создавал DimaTorzok